Я лично не считаю, что акселератор дорогой, например. Я считаю, что тот уровень поддержки, который мы даем, вот в продукт сейчас работает 100 человек, это кураторы, которые вас ведут, которые дают общую поддержку, это экспертные центры, экспертный центр по трафику, по выбору ниши, по продукту, по отделу продаж, по отношениям с экспертами, по разным другим направлениям. То есть это экспертиза крутого эксперта по очень узкому направлению. И также вас ведет человек по широкому направлению. Ну, такого у конкурентов нет. И это достаточно дорого в себестоимости на самом деле. И то есть это много людей, которые вам работают и которые вам помогают. Это отдел методистов, который каждый день живет вопросом, а что еще можно улучшить, чтобы у резидентов акселератора были результаты. Естественно, это отдел аналитики, который собирает аналитику по тому, где кто как споткнулся, из-за чего он споткнулся, что можно сделать, что можно улучшить, чтобы люди лучше выполняли домашки, чтобы им было проще общаться с экспертом, чтобы им было проще провести вебинар, чтобы им было проще создать продающую презентацию, чтобы им было проще нанять команду и так далее. То есть в каждом этапе создания онлайн-школы есть подэтапы. Есть под-подэтапы. И есть много мест, которых может быть как-то так вот непросто, то есть заморочено. И мы ставим своей целью исследовать это сложное место, понять, что из-за него резиденты спотыкаются, его шаблонизировать, придумать разнообразные упражнения, так что вам становится легче. То есть это саморазвивающаяся система, где работают методисты, эксперты, кураторы, координаторы, психологи, коучи. То есть работает большая команда, которой более 100 человек. И поэтому, когда там говорят дорого, если разделить на год, годовое сопровождение, я не вижу, что это дорого. Я вижу, что это огромная работа очень большой команды. И если вы хотите найти дешевле, ну, есть где дешевле. Можно просто купить уроки. Но можно посмотреть уроки, можно запуститься, но вы увидите, что мелочей при создании онлайн-школы просто настолько много, что вероятность того, что у вас получится, когда у вас нету поддержки экспертов, кураторов и, ну, хорошего, качественного сообщества, которое тоже развивается, и нету товарищей верхнеуровневых. То есть у нас есть клуб 5.0, клуб 6.0, клуб 5.0 — это те, кто делают более 100 тысяч рублей ежемесячно. Они вместе объединяются и вместе развиваются. И мы их просим. Ну, это одно из условий участия в клуб 5.0, чтобы они менторили ребят, которые создают только онлайн-школу, соответственно, клуб 6.0, ментор — это клуб 5.0. И у нас уже клуб 7.0 появился. Это те, которые больше 10 миллионов рублей в месяц делают. И, ну, это очень прикольно, когда ты погружен в место, где тебе помогают по самым разнообразным, очень мелким вопросам. К примеру, даже довести до мастер-класса. Но оказывается, что есть огромное количество разнообразных способов, как это сделать. И есть много моментов, где это может, например, не получиться. И, конечно же, здесь нужна помощь. Например, там, прозвон после мастер-класса. Мы сделали стандарт в индустрии, что вот есть отдел продаж для вебинаров, для автовебинаров. Но в этом отделе продаж как прописать скрипты, а как найти человека, как его оценить, а как его контролировать, как сделать отдел аналитики, как найти аналитики, как ее собирать, как ее контролировать, как все делать. То есть, ну, вот нюансов и элементов их достаточно много, поэтому разово купив у кого-то уроки без хорошего качественного сопровождения, ну, я считаю, что это просто выброшенные деньги. Потому что, ну, ты купил уроки, но ты по ним сделал только часть, запустился, ушел в минус и получил негативное ощущение от индустрии. И это то, что мне не нравится сейчас о конкурентах, потому что, ну, они делают зачастую некачественно. Человек запускается, он обжигается, у него желание делать уходит, и он, ну, прекращает попытки. И, по сути, в каком-то смысле, ну, идет испорченная судьба, что ли, где в акселераторе можно запросить было поддержку, какую-то помощь, и тебе помогли по какому-то небольшому кусочку, да, там, припопал спам. Ну, для некоторых людей, вот я вижу, они попадают в спам, и у них просто бизнес умирает. Ну, а это же просто, ну, для нашей компании сейчас. Это определенная стандартная ситуация, которая периодически происходит. Есть определенный набор стандартных решений, как этого можно избежать. Ну, и все, и не больше, и не меньше. Поэтому есть много таких стандартных достаточно проблем, которые мы уже решили, и которые вам надо тоже будет решать. Но если у вас не будет рядом какого-то опытного наставника, который уже это решал, то, ну, скорее всего, вы это не пройдете, и бизнес загнется. Если к тому же нет, вот, например, экспертных центров, да, то есть вот есть куратор, он во всем понимает, а есть эксперт, который понимает ниши в какой-то конкретной проблеме. Ну, то есть, ну, куратор, ну, не объяснит нормально, как отдел продаж создать. Он не объяснит нормально, как трафик создать, скорее всего, да, но зато он верхнеуровневый все понимает. И поэтому, ну, что такое дорого? Дорого — это когда, наверное, вот соотношение цена-качество, оно, скажем так, ну, какое-то неравноценное, да, то есть ты платишь много, а качество не очень высокое. Но если ты платишь нужную сумму для того, чтобы создать бизнес, ну, представляете, что будет, если у вас будет своя онлайн-школа, это вообще капитальные изменения жизни, это, может быть, изменение места, может быть, вы в другую страну переедете, это изменение графика, это, ну, количество денег, то есть это другой лайфстайл, это очень сильное качественное изменение. Конечно, чтобы оно произошло, нужно потрудиться, постараться, и нужно, ну, с большим количеством экспертов пообщаться, много всего изучить, много всего понять. И это нормально. Это не супер какая-то такая, типа, простая история, которая у всех получается, дабы у каждого была онлайн-школа, правильно же? То есть, ну, как бы, есть много деталей, в которых, ну, надо разбираться, и где можно нафакапиться. И где мы нафакапились, потому что я заходил в индустрию, у меня не было такого инструмента, мне приходилось самому просто во всем разбираться, везде искать, а как здесь, а как здесь, а что здесь, а как, а это там, ну, как бы теряются деньги, фокапятся бюджеты, реклама где-то не работает, зачастую я ухожу просто из проекта, от того, что я вижу, блин, у меня открываемость писем 10%, наверное, это очень плохо, наверное, я что-то плохое продаю, что-то не то делаю, надо закрыть, и я закрывал проект. А сейчас я понимаю, что 10% открываемость нормально, ведь есть же ретаргетинг, есть же телефоны, есть же там другие каналы связи, то есть есть чат-боты, есть мессенджеры, то есть, и это понимание, оно, ну, просто так не возникает. Оно может быть записано в уроках вот у ребят, у которых вы можете купить на рынке, а может быть не записано, и таких мелочей их очень много. И чем интересен акселератор, тем, что вы делаете свою презентацию, вы создаете нишу, ее запаковываете, и даже если вы прошли вебинарный центр, вы прошли там центр по отделу продаж, центр по нишам, то есть, ну, вы везде все прошли, и, например, где-то что-то, ну, конверсия недостаточно хорошая, чтобы масштабировать проект, да, то всегда у вас есть помощь клуба пяти нолей, да, ребятам, вот у нас есть регулярная такая практика, это мы собираем такой консилиум, во-первых, есть экспертные консилиумы, когда-то много наших экспертов думают о том, как вот помочь конкретному резиденту по его конкретной проблеме, есть консилиум ребят из клуба пяти нолей, когда мы приглашаем резидента, который только запускается, его разбирают участники, которые уже сделали результат, есть для клуба пяти нолей консилиум из клуба шести нолей, то есть это очень прикольно, и есть нашим с Димой мнение, как мнение людей, которые давно в индустрии и хорошо разбираются, которые тоже помогают вам продвинуться. Поэтому, когда вы выбираете какого-то поставщика услуги по созданию онлайн-школы, посмотрите, а сколько у него профессионалов в команде, а сколько у него опыта, а есть ли у него своя практика, а сколько вот своей практики, какой у него результат. Где-то он учился, в Америке, не в Америке, учится ли он сейчас, общается ли он с международными игроками, общается ли он с лидерами в индустрии, потому что лидеры общаются с лидерами. Так как у нас, в принципе, один из самых больших результатов в индустрии, то мы и общаемся со всеми самыми крутыми, ну и с более мелкими, естественно, тоже, но крутые общаются с крутыми. Если вы пойдете к кому-то учиться, вы уверены, что этот человек разбирается в рынке, вы уверены, что та стратегия, которую он вам даст, она не просто какая-то новомодная, например, как чат-боты было, что вот все такие чат-боты, 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 чат-боты. Я начинаю разбираться и вижу, что ни одного кейса нормального нету. Много денег на этом люди не зарабатывают. И это просто такой хайп, просто такая обманка, и люди несут туда деньги, их чему-то обучают, результата нету, ну и очень печально от этого. Поэтому, конечно, когда ты идешь учиться, надо смотреть не только на сумму, которую ты вложишь, а на то, что ты получишь за эту сумму. И ты можешь там вложить 30 тысяч рублей, но получить что-то, с чем ты ничего сделать не сможешь. Потратишь деньги на инвестиции, потратишь на трафик, получишь плохое внутреннее состояние того, что не получилось, и, возможно, просто поставишь крест на своем желании создать онлайн-школу. Поэтому, если есть мотив, если есть намерение, если есть желание, если есть энергия что-то сделать, то я считаю, что это желание, оно стоит очень дорого. Оно стоит гораздо дороже, чем даже сам акселератор. И надо идти туда, где это желание не угробит, где есть все возможности, ресурсы, где есть сообщество, и где, если приходит человек с намерением, у него с высокой вероятностью что-то получается. И это место – это мы. Поэтому я не считаю, что мы дорогие. Я считаю, что за то качество и тот объем, который мы даем, мы на самом деле очень даже дешевые. Поэтому жду вас в акселераторе. Приходите обязательно на консультацию, задавайте нашим консультантам вопросы, которые вас беспокоят. И увидимся с вами в программе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok